ДИКО ОБАЛДЕННЫЙ ВИД Едем на дачу Сталина. Здесь страшный серпантин и дико обалденный вид. Неспроста, Иосиф Иосиф Иванович, был генералиссимус всего Советского Союза. Здесь с горы вообще вид неописуемой красоты. Дух захватывает уже, даже здесь машина. Вот это вид на море со стороны дачи Сталина. Такая дорога. Историческое место в каком-то смысле мы приехали. Необычное. Здесь оставлю устраивает. Ну что, вот такое место. Мы приехали. Дача Сталина. Вот такие деревья. Немолодые. Вход кулаки. Здравствуйте. Так. А где билеты покупать? Здесь. А, ну тогда сейчас папа купит. А почему у вас взрослых двое? 100-2000 человек. Ага. А ребенка можно бесплатно? Конечно. Двухлетнего. Спасибо. Вот. Вот это дача Сталина. Эпохальное место. С роскошным видом. Всем привет еще раз. Вы на канале Домашние веселушки. И мы приехали на дачу Сталина. Это Абхазия, Новый Афон. Отсюда открывается вид на Новоафонский монастырь. Море и кипарисы. Да, дадим. Дача 47-го года. Мебель, люстры, все немецкое после войны. Опять-таки дача в Абхазии, Сулкум, Новый Афон, Козеролица, Мюсера, Ганна. Это все были сталинские дачи? Я срабатывал с 47-го, 52-го, 5-го, я разбивал по несколько месяцев с сентября, путика. Потом уже был рабочий кабинет, связь с Крымом. На остальных картах не рабочего, не телефон. Понятно. Здесь все оригинал. Кроме покрывалка, мебель, люстры, все немецкое. Все это натуральное дерево. Так, руками не трогай. Извините. О, стенка оригинал. Вот эта стенка на даче Сталина. Ух ты вообще. Поэтому, видишь, у Сталина все было большое, а он хотел, чтобы мы жили в таких же квартирах, сталинках. Да, кабинет Сталина с высокими потолками. Обязательно сфотографирую. Представляете, какой? О, спальня, спальня, спальня. А это балкон, на котором бывал Сталин. Да. Слушайте, ну я тоже хочу быть генералиссимусом, честно говоря. Да, вот здесь он гулял, да? Вот. Вот минуточку. Вот такой вид, да? Выходишь с утра, пьешь кофе, и пусть весь мир подождет. Да. Я выигрываю Америку. Да, и сразу хочется завоевать. Ты понимаешь, Америка это ничто по сравнению с нами, да? Вот здесь вид, в общем-то, это как бы все, да? Главное, нашли такое фантастическое место, чтобы именно вот великий человек может жить только в красивом месте. Я сама бы здесь жила, честно говоря, вот пристроила бы ее под себя, отреставрировала бы. Потому что деревья, деревья здесь, сейчас я сниму деревья. Такие деревья. Не знаю, это все как будто сказка. А пользовался один человек. Кстати, необычный запах. Здесь вообще интересный запах повсюду. Энергетика очень хорошая исключительно. Все оригинальное. Вот все оригинал здесь, между прочим, нас предупредили. Кроме шторы покрывал, все оригинал. То есть вот этот шкаф им пользовался Сталин. Светильники немецкие тоже сделаны по заказу. Вот. Кресло оригинальное. Попробуем пройти. О, закрыто. Выходим. Вам впечатление есть? Я, если честно, потрясена здесь бесподобно. Да, думаешь, у нас разных спа по очереди? Собственно, везде вид на море. Нет, ну интересно, да? Нет, потому что все это оригинал. Юстеры немецкие. 47-го года. На этой даче он был пять раз. Здесь вообще можно было жить. Все, он жил здесь по два-три месяца. Не трогай тумбочки. Пойдем. Пойдем с ним на туалет. Вид классный тоже из окна, да? Три. Куда мы смотрим? Мы смотрим в стекло, которое смотрел Сталин. Зеркало. В зеркало, которое смотрел Сталин. Мы смотрим. Ушел волосы. Вот. А вот такая была ванная. Обогреватель, видимо, не сталиновский, а термекс. А вот все остальное. Вон биде, унитаз. Этим пользовался тоже Сталин. И металловская плитка тоже сталиновская. Вник на потолке сталинский. Шикарный. Вот такие фрагменты старинного оформления. Конструкция окна очень интересная. Кстати, меня заняла конструкция. Смотрите. Рычажное окно а-ля фирмы Velux. Таким рычагом окно открывается. Вот за рычаг тянешь, открывается. Поднимаешь в сторону его, да? Опускаешь, но закрывается. Представляете, а-ля Velux. Оказывается, здесь снимать запрещено. А мы не знали. Все равно снимаем, потому что мы хотим снимать. Мы будем снимать. Везде, где нам нравится, мы будем снимать. Интересная конструкция закрывания окна. Вот тоже, да? Обратите внимание. Рычаг. Вот такой телефон аутентичной эпохи. Давай посмотрим, открывается или нет. Нет, не открывается. Все. А у нас нет ключей, это не наш дом. Эти розетки тоже оригинальные. А эту картину подарил Брежнев кому? Дачи. Дачи. Брежнев здесь тоже любил отдыхать. Короче, Брежнев здесь тоже любил отдыхать. Подарил дачи эти картины. Здесь проводились совещания. Обалденные светильники. Деревянным шпоном отделаны потолки. Энергетика здесь классная. Мне здесь очень нравится. Вот такие сервизы. С них бы чай попить. Вот на этих стульях сидел сам Сталин. Если вам интересно нас смотреть, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Вот здесь свершились судьбы миллионов. Свершились судьбы стран. Окно смотрел человек, который принимал судьбоносные решения. С удовольствием, если можно, сплатил бы деньги, чтобы провести здесь ночь. Поставил бы камеру. Может здесь много-много всяких привидений, скорее всего. Мне так кажется. Вот. Это, наверное, такое патио внутреннее. Терраса. Патио, сказала Лиза. Стена. Стена образована. Вообще интересно здесь строили. Вот такие углы. Как он тут не боялся, что кто-нибудь подкараулить и чикнет светильники. Выключатель. Все продумано. Здорово. Ну так с душой сделано. Давай, забирай. Давай что-нибудь подломаем, заберем на память, на сувенир. Нет? Нет. Здесь здорово. Смотри, смотри, какой внутренний дворик здесь с пальмами. Ну, честно говоря, я бы здесь сама жила. Ну, здесь пахнет, как у нас на Павлушке. Тоже из спальни выходишь, пьешь кофе. Здесь под каждое настроение особый уголок. Да, ступеньки, ступеньки, ступеньки старые такие. Ой, как здорово. Пальма. Пальма. Осторожно. Не подходи к краю. Пальма? Угу. Это виноград. Да? Виноград же это. Слушай, ну здесь прям просто все такое напоенное солнцем. И очень много виноградников старых, за которыми никто не следит. Они уже, по-моему, эти виноградники взбесились и вцепились в деревья местные. Вот тут все увито виноградом. Если обратить внимание, вот эти деревья страшные, такие странные. Кипарисы. Они кипарисы портят, вот эти виноградники. Настолько они дикие. Вот, видите. Решили мы обойти дачу Сталина вокруг. Это так называемый первый ярус. Цоколь, что ли. Цоколь. Да, цоколь. Лиза, цокольный этаж. Цоколь. Здесь очень необычно, конечно. Такая территория прилегающая, много лестниц. Моро. Моро. Моро есть. А это наше такси. Пойдем, Лиза. Пойдем. А на море мы пойдем после дачи. Наш папа не дождался, они с таксистом подъехали прямо к нам. Так что спасибо, что смотрели нас. Еще увидимся. Который нас забирал из отеля Родина. А, ну да. Ну да. Главное согласиться. А в четверг уже пойдем на море. Вроде четверг будет солнечко. Лиза, сегодня готова идти на море, если честно. На море надо идти уж есть там купаться. Ну, купаться сегодня, мне кажется, можно. Море спокойное вроде бы. Думаешь? Да. И мне кажется, купаться надо на вот сколько времени. Катя, знаешь, мы не купили ей эти рукавники. Глеб, она не будет там плавать. Она зайдет, поиграет и выйдет. Плавать, я тоже надеюсь, она не будет. Поплавает она в зубовом бассейне. А здесь пусть просто поокунается, ножки помочит. Попрыгает, поиграет с камешками. Здесь нет смысла плавать. Ну, если правда... Ну, если вы пойдете сегодня, вы без меня пойдете. Ну, хорошо. Если вы прям так желаете. Съемка не ведется. Съемка не ведется. Ишь, какая коза старая. Не разрешила нам снимать. Спасибо. 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 Спасибо.